Сегодня глава Чувашии провел прямую линию в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Часть вопросов жители республики оставили заранее на его странице. Их волнует строительство школ и детских садов, дорог, благоустройство населенных пунктов, транспортное обеспечение, водоснабжение. Некоторые ответы в нашем репортаже. В республике около 8 тысяч школьников учатся во второй смену, поэтому строительство школ актуально как никогда. Важная задача, которую я обозначил в том числе в своем послании, это начать строительство важнейших школ для того, чтобы решить эту проблему. Это прежде всего школа в микрорайоне университет, микрорайоне Лента, микрорайоне Садовый, город Новочебоксарский, Кугеси. Финская долина у нас в работе. Скорее всего, мы его в этом году не начнем, но работы по проектированию, по формированию технического задания начаты. Еще один злободневный вопрос – водоснабжение населенных пунктов Чувашии. Колодцы меляют, родники загрязняются. Потребность в централизованных сетях великая. Во многих районах идет реконструкция водонапорных башен. Реанимирован проект завершения Шимуршинского водовода. Это неотъемлемая часть экологической безопасности. На прямой линии подняли вопрос транспортного обеспечения между населенными пунктами. Пассажирские перевозки сейчас в стадии очередного реформирования. Оно должно пройти безболезненно для жителей муниципалитетов. Правительство контролирует процесс, ответил глава республики. Затронули и вопрос экологии в Новочебоксарске. Прошедший зимой от жителей неоднократно поступали сигналы о запахе хлора на улицах. Убежден, что мы в обозримом будущем, в течение полугода, будем понимать, где находятся источники этого явления. И очень верю в то, что к следующему зимнему сезону мы исключим источники такого рода таких непонятных явлений. Поэтому я каждый сигнал, который поступает из города Новочебоксарска по поводу неприятных запахов, воспринимаю очень эмоционально, я вам честно говорю. И каждый сигнал мы рассматриваем очень внимательно. И хочу сказать всем жителям города Новочебоксарска спасибо за вот такую совместную работу, потому что нам сейчас в рамках возбужденного уголовного дела каждый сигнал очень важен. Вкладчики обанкротившегося Чувашкредитпромбанка стали получать первые выплаты. Об этом тоже были вопросы на странице главы Чуваши. Насколько мне известно, на сегодняшний день первую очередь выплачено примерно на 89%. То есть вот первую очередь. Далее у нас вторую очередь. Наша задача прежде всего ускорять процесс банкротства. А процесс банкротства это прежде всего распродажа того имущества, который есть. По моим сведениям, если у нас удастся реализовать все по тем ценам, которые зафиксированы, в принципе все средства в третьей очереди получат и реализуют свое право возврата своих средств. Поэтому здесь вот, к сожалению, возможно не очень утешительный ответ, но это правда. Еще одна из злободневных тем зимы – рост количества бродячих собак в муниципалитетах республики. Олег Николаев подчеркнул, что сейчас действует федеральный закон, исполнять который обязаны местные администрации. А у них порой нет на это средств. Решили сделать несколько пунктов по приему и временному содержанию вот такого рода животных, в том числе бесхозных собак. И они будут располагаться на различных территориях и будут носить межмуниципальный характер. Все это мы реализуем за счет бюджетных средств Чувашской республики. То есть на уровень региона подняли такие полномочия. И эти работы начнутся уже буквально с этого года. То есть уже проектные работы запущены. И эта работа будет реализована в течение 2022-2023 года. Важно, чтобы мы, конечно же, сами проявили гуманность, люди, живущие в Чувашской республике. Если мы заводим животных, то, конечно же, относились к этому ответственно. Прежде всего, на стадии принятия решения о том, что какое животное мы берем к себе домой. Если на самом деле мы животных заводим, то, конечно же, за ними надо ухаживать. И ни в коем случае не допускать, чтобы они стали бесхозными. Освещение улиц, выделение земель многодетным семьям, медицинское обслуживание. На эти вопросы жители тоже получат ответы. Обратная связь будет работать в постоянном режиме. Татьяна Молокова, Республика.